Отец, мы благодарны Тебе за всё. Ты создал этот прекрасный мир с такой любовью, мудростью, разнообразием, красота Его безмерна. Спасибо Тебе, что мы можем наслаждаться океанами и реками, лесами и горами. Прости нас, что мы не всегда бываем благодарны, забывая, что каждый наш вдох только благодаря Тебе и Твоей любви. Мы благодарны, что Ты открыл нам путь на небеса в Сыне Своём, и мы уповаем, что в вечности мы будем в Твоих обителях. Слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Иисуса. Аминь. Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Тот, кто больше храма. Притчи Не покидай друга Твоего и друга отца Твоего, и в дом брата Твоего не ходи в день несчастья Твоего. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце моё, и я буду иметь, что отвечать злословящему меня. Благоразумные видят беду и укрываются, а неопытные идут вперёд и наказываются. Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, Того сочтут за злословящего. Непрестанная копель в дождливый день И сварливая жена равны. Кто хочет скрыть её? Кто хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей? Дающую знать о себе. Железо железо острит, И человек изощряет взгляд друга своего. Кто стережёт смоковницу, Тот будет есть плоды её, И кто бережёт господина своего, Тот будет в чести. Сегодня мы читаем послание к римлянам, главу десятую. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению, Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, Они не покорились праведности Божией, Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоём, кто взойдёт на небо, То есть Христа свести, Или кто сойдёт в бездну, То есть Христа из мёртвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоём, То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами своими будешь исповедовать Иисуса Господом, И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мёртвых, То спасёшься, потому что сердцем веруем к праведности, А устами исповедуем ко спасению. Ибо Писание говорит, Всякие верующие в Него не постыдятся. Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, Потому что один Господь у всех, Богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовёт имя Господа, спасётся. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, Как прекрасны ноги благовествующих мир, Благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исайя говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, А слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, Разве они не слышали? Напротив, По всей земле прошёл голос их, И до пределов Вселенной слова их. Ещё спрашиваю, Разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, Я возбужу в вас ревность ненародом, Раздражу вас народом несмысленным. А Исайя смело говорит, Меня нашли неискавшие меня, Я открылся невыправшавшим обо мне. Об Израиле же говорит, Целый день я простирал руки мои К народу непослушному и упорному. В этой главе апостол Павел говорит о законе и о вере. По закону как? Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А сейчас, Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, А сердцем твоим веровать, Что Бог воскресил его из мёртвых, То спасёшься, Потому что сердцем веруют к праведности, А устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, Ибо Писание говорит, Всякий, верующий в Него, Не постыдится. Всякий, кто призовёт имя Господне, Спасётся. А для того, чтобы вера вошла в сердца людей, Нужны благовестники. Как написано, Как прекрасны ноги благовествующих мир, Благовествующих благое. Итак, вера от слышания, А слышание от Слова Божьего. И здесь апостол Павел устами пророка Исаии, Сокрушаясь, говорит, Господи, кто поверит слышанному от нас? И дальше Меня нашли неискавшие меня, Я открылся невопрошавшим о мне, Целый день я простирал руки мои к народу, Непослушному и упорному. Апостола Павла называют прежде всего апостолом язычников, Так как он в основном проповедовал среди неевреев. Но каждый раз, приходя в новый город, В первую очередь он шёл в синагогу. И сколько же он претерпел от братьев своих! И это была его постоянная боль, Что народ Божий, из которого вышел, И к которому изначально пришёл Иисус Христос, В большинстве своём Остаётся глух к проповеди Евангелия. Благодарение Богу, Что в последнее время ситуация меняется, И еврейский народ сбрасывает пелену со своих глаз И начинает слышать истину. Псалом Отврати поношение моё, Которого я страшусь, Ибо суды твои благи. Вот я возжелал повелений твоих, Животвори меня правдую твоею, Да придут ко мне милости твои, Господи, спасение Твое По слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, Ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих Слова истины, Ибо я уповаю на суды твои, И буду хранить закон твой всегда, Во веки и веки. Буду ходить свободно, Ибо я взыскал повелений твоих, Буду говорить об откровениях твоих Пред царями, И не постыжусь, Буду утешаться заповедями твоими, Которые возлюбил. Руки мои будут простирать К заповедям твоим, Которые возлюбил, И размышлять об уставах твоих. Вспомни слово Твое К рабу Твоему, На которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, Что слово Твое оживляет меня. Гордыни крайне ругались надо мной, Но я не уклонился от закона Твоего, Вспоминал суды Твои, Господи, От века и утешался. Ужас овладевает мною При виде нечестивых, Оставляющих закон Твой. Уставы Твои были Песнями моими На месте странствований моих. Ночью вспоминал я Имя Твое, Господи, И хранил закон Твой. Он стал моим, Ибо повеления Твои храню. Дорогой Господь, Мы благодарны Тебе за все. Мы благодарны, что Твоя любовь Хранит нас на всех путях наших, Дает нам силы и мудрость жить На этой земле И противостоять козням лукавого, Соделает нас чистыми И непорочными, Преобразуя из веры в веру И славы в славу, В Твой образ и Твое подобие. Слава и хвала Тебе наш Бог Во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны! До следующей встречи! Слава и хвала Тебе. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...